то значит глава ваехи мы находимся глава ваехи и день сегодня недели 5 вот где находятся наши мысли и и значит запись трансляции начать запись все начать запись запись начата и добрый добрый день всем значит из иерусалима продолжаем изучать тору и сегодня у нас пятый день недельной главы ваехи и яков продолжает благословлять своих сыновей и сейчас он уже дошел до благословения сегодня у нас будет гад и иосиф гад и иосиф будет сегодня благословение все готовы готовы доброе утро всем дабы тертов из святого города иерусалима видите мы уже прошли с начала года мы уже прочли первый том это книга берешит с комментариям малбин видите здесь мы уже заканчиваем сейчас книгу берешит на этой неделе и значит переходим к книге шмот и так дальше и итак доброе утро еще раз урок у нас лилу нишама для поднятия души бору бен авраам и для полного выздоровления вот сейчас если вам нужно чтобы кто-то выздоравливал прям так и скажите что это я сейчас учу тору для рифа шлема для полного выздоровления и значит назовите кто вы хотели бы чтобы всевышний добавил ему силы для выздоровления значит говорит яков перед смертью собрались его сыновья и он дошел до сына по имени гад гад это по по-русски это гад да вот такое имя не красиво выдачи как тебя зовут гад а на иврике гад вообще гдуд это отряд агат это в общем говорит он так ему гад гдуд ягудэну в у ягуд а кэф значит гад он отрядами идет до гад они шли первым отрядом это были такие спецназ отряды специального назначения не были очень сильные войны и они шли первыми значит первыми шли они перед станом перед тем как народ израиля шел по по пустыне когда выжил из египта по порядку они располагались значит каждого колена был свой лагерь и гад шли первыми и они значит они шли первыми но они была тактика они идут отряд в 1 и 2 отряд ягуд он его обходит как бы с флангов а раша объясняет второе объяснение что они возвращались по своим же следам и все возвращались то есть не были неуязвимы и как вот сейчас например идет когда отряд там израильского спецназа они очень сильно очень сильно они как бы заботятся о каждом у каждом своем воине интересно что родной брат премьер-министра израиля нетаньягу он был командир спецназа и когда освобождали заложников самолет был энгеди операция да не энгеди как-то называлась в общем он первый зашел самолет и его убили да то есть он был начальник отряда спецназа и он единственным попадем в этой операции при освобождении заложников хорошо теперь дальше 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 идет благословение ашеру мы ашер шмена лахмо а у ашера будет жирный хлеб его то есть в у и тен маданей мэлах и он будет поставлять поставлять деликатесы к царскому столу значит в земле израиля удел колена ашер он был там росли очень много масле маслин деревья которые оливковых деревьев и очень было много оливкового масла и в общем они были специалисты по сельскому хозяйству и они занимались именно сейчас есть например в израиле невероятное развитие технологии технология орошения технология того технология там выращивания разных растений там добились совершенно невероятных результатов маленькая страна вообще израиль очень маленькая и экспортируют продукты питания как как-то возможно экспортировать когда тут был еще лет 30 назад был голод вообще 40-50 лет назад вообще здесь был голод но что мы отсюда можем для себя понять да вот когда яков он давал каждому каждому своему сыну давал благословение мы видим что он же не давал от потолка всем чтобы у тебя было там денег много и все нет он видел в каждом у него было пророчестве ясновидение такое он видел в каждом в чем его талант всевышний дал каждому это есть толмуде написано что как всевышний распределил на земле между людьми таланты что есть люди вот у него призвание он там сапожник у этого призвание он на он там спички делает да вы знаете есть спички же тоже кто-то должен делать а кто-то должен для спичек еще продавать сырье делать вот эту вот серу которая да а вот эти вот зубочистки это же вообще произведение искусства как сделать зубочистку чтобы она была остренькая с двух сторон да то есть и бог разделил между людьми разделил между людьми таланты что у каждого есть чему-то талант чему-то призвание к чему-то есть вот он в этом в этой профессии оно ему нравится и что яков видел в каждом его именно талант его призвание и благословение было чтобы ты реализовал это свое призвание мы видели вчера как он ревену сказал у тебя было самый большой талант должен был быть царем но ты не реализовал свое призвание потому что у тебя не было у тебя была не стабильная эмоциональная сфера ты был быстрый как вода которая бурлит и течет шимон и леви вы супер воины вы супер сильные но у вас излишняя жестокость она вас перевела в то есть вы тоже потеряли как бы возможность управлять интересно что в талмуде есть большой спрос в большой большой спор насчет предназначения человека судьбы человека где судьба а где лично выбор каждого и так далее и в итоге в итоге пришли они к тому что действительно у каждого человека есть предназначение но это предназначение оно написано такими крупными мазками например приводится пример что если человека например предназначение он будет проливать кровь вот он такой прямо ну вот прям у него судьба проливать кровь да но кем он будет это его выбор он может быть например шойхитом я знаю одного шойхита лично знаком до добрейший человек и такой вообще дети его просто ангелы он вообще но он ездит по покупает он шойхит кошерное мясо до кошерный забыл вот они едут покупают там 100 коров ему надо этих 100 коров аккуратненько зарезать разделать проверить полностью их органы на здоровье чтобы они были здоровы и 100 коров там например 30 коров будет всего кошерные а 70 коров значит будут не кошерные представляете и приз как это вообще зарезать корову взять корову и горло перерезать а как вот это вот ездят там покупают барашки там эти огня то то есть понятно что это когда его кушаешь ты не думаешь о том как вырезать в общем тот ты должен проливать кровь может быть шойхитом а он может быть хирургом хирург это тоже он нарежет человека он там целый день он но он в этих органах внутри там что-то вырезает опухоли достает там сшивает и так далее тоже работа так себе опять же для явно я кровь когда вижу мне плохо становится но чек который должен проливать кровь он и будет проливать теперь он может быть шойхитом он может быть хирургом он может быть убийцей сколько было убийц которые прямо они проливали кровь он может пойти в армию и быть воином там защищать он может быть он может быть полицейским он может быть тем он еще может быть может быть может ходить просто кровь сдавать каждый месяц да понятно да то есть они пришли к тому, что выбор у человека как он будет реализовать свое предназначение но предназначение есть теперь, поэтому Яков давал каждому благословение по его предназначению и вот мы дошли до Нафтали Нафтали он говорит, айла шлуха айла это как лань, которая шлуха это как распространяется, шалия, который везде он бегает и он может говорить красивые речи теперь интересно, говорит Уснаторас что Нафтали его удел он был вдоль речи Иорден и он соприкасался со всеми коленами и со всеми находил общий язык, то есть его как бы удел, колено Нафтали соприкасался со многими коленами и он со всеми находил общий язык да теперь, и переходим мы к благословению Юсефу, значит и вот он говорит Юсефу Значит, что это за такое выражение значит, давайте посмотрим переводят все слова вот в этом благословении это как код, да, то есть они достаточно сложные сейчас я посмотрю как переводят на русский потому что переводят все время по-разному давайте посмотрим как у меня есть здесь перевод да вот прямо если вы открыли Ваеги открываем сегодняшний перевод есть вот значит, переводят на русский язык так значит милый сын Юсеф, милый сын на виду дочери ходили каждая, чтобы зреть это один из переводов потому что есть перевод совсем другой не так, как переводят вот в этой книжке которую мы изучаем хитас, да значит, бен вообще слово бен это сын бен порат при это от слова при значит, дающий плоды плодовитый значит, переводят здесь переводят милый сын Юсеф бен порат Юсеф а есть, которые переводят это вот как Малбин, да, объясняет что это бен это вот говорят значит значит что такое сын вообще, да если мы возьмем отойдем от от слова сын как человеческий сын вот есть например в Талмуде есть такой такая 39 видов работ запрещенные в шаббат есть виды работ которые называются ав млаха отец да, то есть это как бы ну суть этой работы которая запрещена а есть производная от нее там это называется то лада то, что от нее родилось про то, что родилось так вот бен это то, что родилось и переводят я видел это то есть то, что дает плоды и дает еще плоды плодов то есть Юсеф он плодовитый очень, да бен порат алей айн алей айн сын на виду значит есть переводят чуть по другому что алей айн поднимали глаза дочери которые они даже забирались на стену чтобы на него посмотреть чтобы то есть здесь вот этот отрывок он имеет ввиду то, что Юсеф он был очень плодовитый и очень красивый и он был настолько красивый что женщины просто они на него смотрели на стену лезли чтобы на него посмотреть так он был красивый и что дальше Яков говорит вэймарару и это очень делало ему горько представляете как это делало ему горько почему это делало ему горько он красивый женщины на стену лезут чтобы на него посмотреть вэрабу ваестиму баалей хитсим и значит спор затевали ненавидели его стрелки какие стрелки его ненавидели значит сразу же Яков говорит что у успеха в жизни у успеха в любой сфере обязательно есть обратная сторона обратная сторона этого успеха это споры и ненависть о стрелки с баалей хитсим это метафора на лошона раз злое язычие мы знаем как с Юцефом было вначале братья его ненавидели потому что они думали что он хочет над ними властвовать они его хотели убить потом продали потом он добился успеха в доме у Патифара и в него влюбилась жена Патифара что тоже принесло ему много огорчений потом опять же она же на него донесла и то есть мы видим что обратная сторона любого успеха возвышения и так далее обратная сторона это что это споры это ненависть это лошон раз злое язычие которое на человека начинают говорить дальше идет дальше Яков продолжает благословлять Юсефа и говорит ему ватышеф баэтанка что но пребывала значит его лук ну то есть у него была сила у Юсефа была сила в его луке в афазу зраей ядавы сильно у него были руки кроме лука стрелять у него были сильные руки и было это его миадей абир Яков это было у него из рук бога могучего то есть та сила которая у него была она была от бога и оттуда он стал пастырем Израиля то есть он спас весь Израиль тогда от голода когда он стал премьер-министром в Едипте значит Бог отца твоего он тебе поможет и Бог всемогущий он тебя благословит благословением небес и благословением земли значит лежащие внизу благословение грудей и утробы значит будет у тебя ты будешь плодовитый будет у тебя много детей будешь ты зарабатывать зарабатывать будешь и благословение небес то что мозаль идет удача успех в разных видах там деятельности и значит тебе будет еще снизу идти из земли то есть по большому счету он дал ЕСФу благословение что чем бы ты не занимался тебе будет вести то есть это у него было такое глобальное благословение которое которое вот оно что бы он ни делал коль маши я сэй от слех все что он сделает будет у него удача Беркот Авиха Гавру Аль Беркот Урай он говорит Яков говорит благословение отца твоего то есть он про себя говорит они больше чем благословение моих родителей и все вот эти благословения и моих отцов и мое оно будет идти на твою голову и каткат назир и хав на каткат это как темень переводят темень значит темень назира избранного отличенного среди братьев своих то есть все на сегодня заканчивается у нас этот отрывок давайте разберемся что это для нас значит и что это может нам лично дать в нашей жизни значит в Йосеф он был такой вот прямо во всех сферах его благословило теперь значит но мы видим что благословение во всех сферах обратная сторона благословения это это ненависть опасность зависть и конфликты теперь что что поможет избежать этих конфликтов что поможет избежать этих конфликтов этих конфликтов поможет избежать только вера в Бога и действия во всех во всех во всех как сказать во всех проявлениях действия по тому что сказал Всевышний Например, вот я вам сейчас приведу пример. Помните, мы учили когда-то, что рэп Зуси из-за Ниполя был такой хасидский праведник. Он хотел сделать чуву. Чува это раскаяние, приближение к Всевышнему. И он не понимал, как это сделать раскаяние, как это приблиться ко Всевышнему. Он не понимал. И он для себя взял слово чува. Чува это раскаяние на иврите. И разложил его на пять составляющих. Т. Томим тие и машем элокеха. Будь томим это простым и бесхитростным. С Богом всесильным твоим. Это буква Т. Значит, что значит быть простым и бесхитростным? Это выполнять заповеди. По-простому, без каких-то... Вот прямо одел тфелин, одел тфелин. Значит, сказал шма, сказал шма Исраэль. Дал тздаку, дал тздаку. То есть, просто максимум заповеди выполняет. Чем больше ты выполняешь волю Всевышнего, тем больше ты... Кстати, тут я вспомнил сейчас пертьевод. Есть очень хорошее такое объяснение про это. Осе, Рацинок и Рацинхо. Делай его волю как свою. То есть, когда ты будешь вместо своих желаний выполнять заповеди Всевышнего, он сделает твою волю как его. Потом тебе что-то надо, ты молишься, Всевышний для тебя делает. В отеле Рацинхо, Мипнея Рацинхо. Убери свое желание перед желанием Всевышнего. Например, ты хочешь что-то некошерное. Ты говоришь, не-не-не, все, я убираю. Всевышний сказал нельзя, значит, нельзя. Вывуй в отель, Рацинах и Рим, Мипнея Рацинеха. И он уберет желание других, которые захотят тебе навредить, перед тобой. Вот это та защита, которая ставится, если ты выполняешь заповеди. Ты не делаешь то, что Бог запретил делать. Например, говорит Лошонара, злоязыча. Бог запретил. Ты сдержался. Защита. Ты хотел разгневаться, но принял, говорит, это воля Всевышнего. Защита. И так далее, и так далее. Оп, ты весь такой защищенный заповедями. Шува, шин. Шивите ошемленных дитамин. Представляй, Бога всегда перед тобой. Человек находится там, где находятся его мысли. Говорил Рабина Ахман, пуст твои мысли находятся там, где ты хочешь быть. Вот ты сидишь и думаешь, так, секундочку. Оп, я стою перед Богом. Вот Бог передо мной, я перед Богом. Все, ракурс меняется. У тебя сразу же ты понимаешь, что надо делать заповеди. Это можно делать, это нельзя. То есть, это выстраивает полностью твою жизнь. Шува, вав. Вав, тали реха камоха. Возлюби ближнего, как себя. Вот тут очень интересная вещь. Когда человек, вот я вам, это закон, который я вот очень четко его чувствую и вижу. У каждого из нас есть во взаимодействии с другими людьми, как весы такие, плюс и минус. И если ты у других людей берешь, они тебе не нравятся, ты говоришь, что он рад, ты с ними в... То есть, ты создаешь негативный баланс в отношениях с людьми, то рано или поздно все рушится. То есть, даже те люди, которых, вот, назовемем Пабло Эскобар, или там еще есть другие люди, которые преступники. Но они, практически все деньги, которые они забирали у одних, они раздавали другим людям. Для того, чтобы этот баланс сочетать, что если у человека во взаимоотношениях с другим людям, он им дает меньше, чем получает, то это разрушена жизнь. Поэтому, Ваав, Талереха, Камоха, возлюбив ближнего, как себя, это один из самых важных советов, ну, это заповедь для счастливой жизни. Всегда увеличивай баланс добра, который ты даешь людям. И когда ты просто их любишь по умолчанию, установка по умолчанию, то есть, ты просто, ты не знаешь человека, но ты уже его любишь, да, то ты уже на него, ты уже в него вложил. То есть, ты создаешь постоянный депозит во взаимоотношениях с миром. Значит, и это то, что Йосифу, где вот я увидел этого благословения, сейчас, секундочку, значит, он ему сказал, вот, вот в этом отрывке, он ему сказал, Ватышев, Баэтанка, что будет, у тебя сила будет в руках, то есть, ты сможешь и воевать, и защитить себя. То есть, как Яков договорился с Эйсавом, он ему давал подарки. Каким образом, значит, Йосиф вообще вышел из тюрьмы? Он говорит, пусть вараон назначит человека умного, достойного, так на всех показал. То есть, как он стал премьер-министром? Он накормил весь Египет. То есть, он старался всем давать, 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 давать. Когда ты даешь всем людям заработать, деньги, подарки, доброе слово, спасибо и так далее, то у тебя вырабатывается вот этот позитивный депозит с миром. То есть, нужно стараться распространять добро вокруг. Значит, когда человек, он собирается что-то делать, да, выстраивает свою жизнь, планирует свой год, планирует вообще, как ему жить, то он как бы выбирает себе дороги. Теперь, какую дорогу выбрать? И вот тут человек сидит и думает, ну, конечно, я хочу, чтобы мне было хорошо, тепло, было здоровье, были хорошие отношения, чтобы у меня все было, мне за это ничего не было. А как? Как это получить? И тут перед ним выборы. Или ты идешь по каким-то системам, как это получить, которыми ты шел раньше, тогда ты получишь то, что ты имеешь сегодня. Или ты выбираешь дороги, которые ты по ним еще не ходил. И дорога Торы, дорога заповеди Всевышнего, дорога, когда ты на всех своих путях познаешь Бога, познаешь волю Всевышнего, изучаешь Тору и идешь по свету Торы, он выпрямит все твои дорожки. Тогда все твои мелкие решения будут очень правильными. Потому что ты выбрал дорогу Бога, выбрал дорогу Торы, выбрал дорогу света. И дальше, когда ты изучаешь штору, тогда он выпрямит все твои дорожки. Все твои решения мелкие и будут правильные. Боколь Драхеха деу. На всех своих путях познавай Бога, и он выпрямит твои дорожки. И последнее, то, что как раз относится к Юсефу. Чува. Эй. Ацена лехет и машемал кеха. Ходи в скромности с Богом Всесильным твоим. Вот тут скрыта очень одна интересная вещь. Человек, который соблюдает заповеди, то у него он все время стоит перед выбором. Или очень открыто это делать. Или прямо всем говорить, смотрите, я святой, а вы не святые. Вот я сделал заповедь, вот я там цдаку дал, вот я там главный спонсор, главный спонсор. Я то, я то, я то. И с одной стороны это хорошо. Почему это хорошо? Ты как бы даешь пример для другим, что надо так делать. Но, но если мы прочитали вначале, Юсеф был очень красивый, и это вызывало к нему интерес. Следующий же отрывок. И восставали на него те, кто говорили на него лошонера. То есть, когда ты делаешь что-то слишком в открытую, показываешь, ярко показываешь себя, в этот момент обязательно обратная сторона, что не очень хорошие люди, которые пока не исправились, они начинают на тебя нападать. И поэтому нужно ходить в скромности с Богом. Вообще лучше всего ходить в скромности. Браха, благословение есть вещи, скрытые от глаз. Там, где это скрыто от глаз, есть ты, есть Всевышний. Там вообще возможно все. Поэтому очень важно быть еще и скромным. Все. Всем удачи и успехов. Чтобы Всевышний дал все благословения, которые мы изучаем в Торе, чтобы они были на нас, на наши семьи, на наших детях, на наших близких. Чтобы вот мы изучаем Тору, и чтобы тот свет, те благословения, та сила, которая в ней есть, чтобы она осветила наши жизни, и чтобы было все хорошо. Все. Всем удачи и успехов. Чтобы Всевышний выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. А запросы, чтобы главный запрос был учить Тору, прямо учить сильно-сильно. Все. Всем удачи. Всего хорошего. Хорошего дня.